МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министерство иностранных дел нашей страны. Информагентство напоминает, в рамках государственного визита к СМЖ Марта Токаева в Китайскую Народную Республику в этом месяце был подписан ряд документов. Среди них соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики. По проекту документа соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Турецкая лира обрушилась почти до рекордно низкого уровня после переизбрания президента Реджепа Таипа Эрдогана, передает Нейшнл. Утром в понедельник 1 доллар можно было приобрести за 20 лир и 3 куруша, что близко к недавнему минимуму прошлой недели. На Уолл-стрит ожидают дальнейшего ослабления лиры, при этом американский финансовый конгломерат Морган Стэнли предупредил, что курс может достичь 26 по отношению к доллару раньше, чем ожидалось, и упасть до 28 к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания процентных ставок на низком уровне. Из-за специфических взглядов Эрдогана на экономику турецкие рынки оказались в зависимости от непредсказуемого сочетания специальных правил и интервенций. При этом новые меры вводятся неофициально и почти ежедневно. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы, уверены аналитики. Тем временем национальные долларовые облигации в Турции упали до самого низкого уровня за 6 месяцев, в то время как стоимость страхования долга Турции с помощью кредитно-дефолтных свопов выросла до 7-месячного максимума. Стоит отметить, лира склонная к резким колебаниям, она ослабла более чем на 6% с начала года и потеряла более 90% своей стоимости за последние десятилетия. Издание напоминает, на прошлой неделе в преддверии второго тура выборов президента Турции лира упала до исторического минимума по отношению к доллару. Власти Италии намерены уничтожить минимум 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, у которых истек срок годности. Кроме того, препараты, хранящиеся на складах, устарели после нескольких мутаций вируса. На изготовление этого количества вакцин потратили около 277 миллионов евро. Об этом пишет газета «Ля Република». По данным местных журналистов, фармацевтические компании собираются выпустить новые вакцины. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери отметил, что сейчас востребованы моновалентные вакцины, действующие против одного конкретного штамма вируса. Больше нет смысла защищаться от изначального, так называемого, уханьского типа вируса. К настоящему времени все население подверглось воздействию этого вируса или вакцинировано против него, рассказал Кавалери. Ранее глава ВОЗ, выступая на ежегодной ассамблее в Женеве, предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса, а также появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом. На этом фоне он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ. 5 мая Гибреисус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал Комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19. Rolls-Royce протестировала самый большой и эффективный авиационный двигатель в мире. Представители компании заявили, что он как минимум на 10% эффективнее любого другого крупного авиационного двигателя, эксплуатируемого сегодня. Он появится на авиалайнерах в 2030-х годах, пишет New Atlas. Несмотря на впечатляющие размеры ультрафан, этот двигатель очень легкий благодаря высокоточным 3D-роботам Rolls-Royce, которые изготовили большинство этих гигантских лопастей, размером 3,5 метров из углеродного композита, но используют титан для повышения прочности и устойчивости передней кромки. Будучи на 10% более эффективным, чем самый экономичный двигатель на рынке, ультрафан поможет авиакомпаниям сэкономить на топливе миллиарды долларов. Он сможет работать на узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетах уже в 2030-х годах. Помимо экономии денег, ультрафан также уменьшит углеродный след авиакомпании, а также практически устранит выбросы твердых частиц и сократит выбросы оксидов азота примерно на 40%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова